Букв-24 Букв-24 Вот сегодня откроем еще одну такую фанатскую штуку Она не из этого заказа Но я тоже очень давно хотела эту книгу Она пока в пленочке, тоже будем открывать вместе Это такое фанатское издание по вселенной Индиан Джонса И вроде как за полную стоимость покупать его дорого А вот с большой скидкой очень-очень приятно И давайте особо не затягиваясь со вступлением Покажу, какие же книги я заказала Итак, спустя километры пупорчатой пленки и липкой ленты Кстати, в Букв-24 упаковывают на совесть Я наконец добралась до книжек Которые тоже, кстати, запаяны еще в дополнительную пленку Поэтому сейчас прямо при вас буду открывать И рассказывать, почему мой выбор пал именно на эти книги Почему же они такие долгожданные Во-первых, это автобиография Оззи Осборна И вообще этот человек такой уникальный случай Когда к его музыке я абсолютно равнодушна Но я симпатизирую ему как личности, как персонажу И всегда готова послушать пару обалденных историй из его арсенала И, наверное, я сейчас выскажу непопулярное музыкальное мнение Но вот у меня даже Black Sabbath ассоциируется скорее с Ронни Джеймс Дио Чем с Оззи Осборном Вот настолько я спокойна и равнодушна к его музыке Вот просто как-то не цепляет меня ни голос, ни его песню уже в сольной карьере Но я начинала читать эту биографию от года два назад, когда она вышла на английском У меня есть хороший друг, который огромный поклонник Оззи Осборна И он мне тогда посоветовал, что вот если тебе не нравится его музыкальное творчество Обязательно прочитай его автобиографию Ты будешь приятно удивлена и как минимум посмеешься Потому что у него хорошее чувство юмора И он не боится перечернить юмором, скажем так А я очень люблю черный юмор такой, чтобы прямо на грани, на грани И помню, когда начала читать эту книгу в оригинале Мне очень нравилось, но было сложно, потому что здесь используется много сленговых выражений В которых я тогда, да и в принципе сейчас особо не разбираюсь Я дочитала здесь до момента, когда маленький Оззи хотел прижечь Ну как прижечь, клеймить своему дедушке коленку Раскаленной кочергой Я поняла, что я обязательно рано или поздно прочитаю эту книгу Потому что она невероятно смешная И вот наконец-то этот день настал Почему я так долго откладывала с ее покупкой Вот эта серия у издательства Бомбора с биографиями, с какими-то книгами Просто посвященными отдельным музыкантам Мне очень нравится, но она достаточно дорогая И вот в принципе книги про людей или про группы, которые мне интересны Но от которых я вот дико не фанатею Я могу подождать, дождаться скидок, выбрать удачный момент Вот купить и наконец-то буду читать Обязательно вам расскажу про эту книгу Потому что думаю, что начну ее буквально сегодня И кстати, автобиография имеет под заголовок Все, что мне удалось вспомнить И в принципе при образе жизни, который всегда вел Оззи Здесь книга должна была получиться буквально на несколько страниц Но в итоге это достаточно объемное произведение И насколько я могу судить по отзывам И вот по той небольшой части, которую когда-то прочла я Книга достаточно подробная То есть с памятью у Оззи Осборна все очень даже хорошо Но вернемся к этой книге обязательно позже А я показываю, что же здесь дальше И следующая книга из той же серии Бомборы Про известных музыкантов На этот раз это Гансен Роузес Полная история группы Вот про Гансен Роузес мне есть что рассказать Потому что слушала я их довольно долго в школе Не могу сказать опять же, что прямо сильно-сильно фанатела Но хорошо знакома с их официальной историей Хорошо знакома и с участниками и нынешними И которые там были сессионными И я думаю, что про биографию я смогу вам рассказать гораздо подробнее Чем про того же Оззи Осборна В последнее время я не понимаю вот этих громких и больших нападок на группу Понятно, что господин Роуз поет уже не так хорошо, как в 90-е там и в конце 80-х Но в принципе Гансен Роузес это тот случай, когда вклад в мировую музыкальную индустрию просто неоценим Вот послушайте их Use Your Illusion, вторую часть Послушайте их последний официальный альбом, который, если мне не изменяет память, вышел в 2008 году И вот как говорится в описании книги, что для кого-то Гансен Роузес это группа нескольких красивых баллад А для кого-то это целая эпоха в рок-н-ролле И вот в принципе я согласна с этим высказыванием, потому что, во-первых, их альбомы нужно слушать именно альбомами То есть там виден просто невероятный рост, невероятное переосмысление тем И я вам очень советую познакомиться с их дискографией Я, наверное, соберу в ВКонтакте свои любимые песни, оставлю вам ссылку на пост Конкретно эта книга на данный момент единственная полная биография группы И написана она заслуженным музыкальным журналистам, которые хорошо знакомы как с участниками лично, так и с их творчеством И в ней представлено огромное количество эксклюзивных интервью данных специально для этой книги Доступ к архивным записям и, главное, личной истории самих музыкантов Очень мне интересно почитать именно вот такую систематизированную историю Не просто там кусочки каких-то сплетен и домыслов, а именно официальную биографию, которая сейчас представлена Единственная, какая проблема у меня сейчас возникает с этой книгой, абсолютно моя проблема Я привыкла их солиста называть Экслом Роузом Здесь он аксель, но это, знаете, вот как Джон Уотсон и Джон Ватсон Не знаю, мне почему-то это очень режет глаз, но я надеюсь, что привыкну Раз так решили русификаторы, значит, так теперь придется его называть Следующая книга это Майкл Андаджи и его «Английский пациент» Эта история знакома по одноименной экранизации Я очень люблю этот фильм Мне нравится такой прием как в литературе, так и в кинематографе Когда в одной истории заключается другая история И они рассказываются как бы параллельно между воспоминаниями и настоящим Я специально выбрала себе вот такой покет-формат Это, кстати, вот новая линейка, опять же, у Бомбора называется Она книги, о которой говорят И «Английский пациент» вот с такой обложкой в этом издательстве Сейчас вышел вот просто в великолепном издании Там он с твердой обложкой, очень хорошо издан Я специально взяла себе вот такой карманный Потому что знаю, что буду читать в дороге И, в принципе, я, наверное, хочу обратить ваше внимание на эту серию Потому что в ней сейчас выходят книги, которые стали громкими сенсациями Там, может, год назад, два года назад, но у вас до них руки не добрались И вот сейчас они выходят по дешевой цене Вот в таком карманном варианте Так что обратите внимание, я вам тоже ссылочку на серию оставлю Я, если честно, припоминаю фильм, который длился больше двух часов Очень удивилась такому небольшому объему Но в любом случае я очень хочу познакомиться именно с первоисточником Про сюжет Здесь в песках пустыни бедуины находят обгоревшего летчика Он не помнит, кто он, как он сюда попал И для всех, кто за ним ухаживает, он просто английский пациент Человек без лица, без имени Он находится на попечении у молодой медсестры Который, умирая, рассказывает свою историю жизни Свою историю трагической любви Я помню, посмотрела этот фильм довольно рано Он произвел на меня просто неизгладимое впечатление И я с нетерпением буду ждать знакомства с первоисточником А вот следующая книга, это даже не книга, а творческий блокнот «Магия утра» может вас удивить Потому что вы знаете, что я мало того, что не слишком много читаю нонфикшн литературы Так я еще и не слишком благожелательно отношусь к таким блокнотам Так, распаковать я его не могу, мне нужен нож Но вот «Магию утра» я читала в конце лета И мне очень понравилась книга Да, она совсем небольшая, да, вы можете встретить там какие-то избитые истины Но вот лично меня эта книга замотивировала Вообще у меня довольно серьезные проблемы с утром Я абсолютнейшая сова, и вот мой пик активности приходится где-то на 11-12 часов ночи Мне это категорически не нравится, я потом чувствую себя целый день разбитой И если бы я нормализовала себе режим дня, я наверняка успевала бы больше И чувствовала бы себя гораздо более продуктивным человеком Так вот, прочитала я «Магию утра» в конце лета Кстати, буду рассказывать об этой книге в прочитанном И получила вот такой пинок к тому, чтобы восстановить свой режим Ложиться раньше, вставать раньше И мне еще захотелось закрепить такую полученную дозу мотивации Наверное, я назову эту книжечку рабочим блокнотом Опять же, купила я ее по совету своей подруге Которая сказала, что можно было не читать «Магию утра», а купить себе вот такой блокнот Потому что здесь собран основной материал из книги, основные советы И также дается трекер, который, выполняя который, следуя которому, вы можете восстановить свой режим дня Я вот сейчас буквально быстро-быстро пролистала блокнот И я, наверное, соглашусь с мнением, что, в принципе, можно книгу и не читать Лучше сразу купить вот такой блокнот Потому что здесь все самое основное вынесено из книги И при этом еще даются странички, чтобы вести свои записи, чтобы следить за своим режимом дня Ну и, конечно, как многие творческие книги мифа, блокнот замечательно оформлен Наверное, это работает со многими блокнотами Когда ты что-то начинаешь, тебе уже жалко это запороть Хочется все выполнять, все красиво вести Надеюсь, это тоже сработает И, наконец, последняя книга, которую я вам сегодня покажу Это даже не книга, это такой скраб-бук, арт-бук по вселенной Индианы Джонса Тоже я его сейчас открою И мы, наверное, с вами переместимся в такой формат листалки Потому что я чувствую, что эту книгу нужно именно показывать Ну и давайте поближе посмотрим, что же нам приготовили в этом шикарном подарочном издании Здесь далеко ходить не нужно, чтобы понять, что книга рассчитана исключительно на фанатов Индианы Джонса Если вы не смотрели фильмы и вам не нравится этот персонаж, здесь особо ловить нечего Но книга выполнена действительно как такой скраб-бук Все открывается, все шевелится, все можно рассмотреть И, в принципе, сама манера оформления разворотов похожа именно на такую книжку с записками Здесь дана информация по всем фильмам Можно рассмотреть какие-то интересные детали Конечно, фотографии в великолепном качестве, карты Ну и, в принципе, по поводу информации Здесь описываются события фильма от лица Индианы Джонса Это его дневник Ну и, в принципе, понятно, почему книгу оформили именно в виде скраб-бука Потому что рассчитано это на то, что книга представляет из себя дневник Индианы Джонса Он сюда все вклеивает, все подписывает Очень здорово, конечно, все это рассматривать, трогать, шевелить фанатам на полку просто обязательно Ну и, опять же, приятно получить это издание именно по цене в 300 рублей, а не 800 У меня вообще есть традиция где-то в мае пересматривать Индиану Джонса Именно все части, за исключением последнего хрустального черепа Он мне не очень так понравился Но в этом году я уже в любом случае традицию нарушила И в мае мне некогда было пересмотреть любимую трилогию Так что я, скорее всего, займусь этим в ближайшее время И как раз удачно будет пролистать все подробно Освежить в памяти события фильмов Хотя кого я обманываю, я и так великолепно их знаю И вот даже сейчас, в принципе, спонтанно взяв в руки это издание Я прямо наслаждаюсь тем, как здесь все оформлено Все эти записочки, фотографии И здесь даже есть вставка с небольшим комиксом Просто потрясающе Это вот мы уже добрались до Индиана Джонса и последнего крестового похода На самом деле, с учетом плотности бумаги, книга не такая уж большая Как, наверное, хотелось бы Но, тем не менее, мне очень нравится Здесь есть, не знаю, видно вам или нет, голографические картинки вставки Так, это что такое? Так, это тоже должно как-то подниматься Я чувствую, оно должно подниматься А, да, открывается И вот странички уже по последнему фильму Королевства хрустального черепа Который, я уже сказала, мне не очень нравится Но хорошо, что здесь все четыре фильма Иначе было бы обидно Есть приглашение, насколько я понимаю Да, из финала фильма Не так, не проспойлерить вам, если вдруг не смотрели Все, на этом мой обзор очень такой спонтанный и бестолково подошел к концу Повторюсь, если вы фанат, то вот за ту цену, которую сейчас можно найти Вполне себе стоит приобрести такую книгу Потому что очень приятно на нее позалипать Очень приятно рассмотреть все эти штуки, которые относятся к вселенной Индиана Джонса Если нет, то, надеюсь, вам просто было интересно посмотреть такое крутое оформление Ну и на этом у меня все Обязательно делитесь, что такого долгожданного вы приобрели В последнее время или что вы планируете приобрести Ну а мы увидимся совсем скоро Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok